ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы смотрите ночные новости ТВК в студии Екатерина Лукашенко. И в ближайшие полчаса в прямом эфире мы обсудим все самые важные события, которые так или иначе могут повлиять на нашу жизнь. Мы начинаем выпуск. В конце этой недели, в пятницу, должен быть готов ответ на запрос от новостей ТВК. Напомню, 30 декабря мы передали в канцелярию Законодательного собрания края запрос на имя председателя профильного комитета Анатолия Матюшенко. В нем предложение об изменении краевого закона и данные о более чем полутора тысячах красноярцев. Которые это обращение поддержали. По закону у Матюшенко есть 7 дней для ответа на наш запрос. Он заставляет нас платить за капитальный ремонт, но сам, похоже, платить не будет. Судя по декларации о доходах председателя комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного собрания края Анатолия Матюшенко, в 2013 году квартиры у депутата в собственности не было. Он владеет только лишь гаражом площадью 30 квадратов, а его доход в год составляет почти 2 миллиона рублей. Где живет Анатолий Матюшенко, дело, конечно, его личное. И, видимо, своим личным делом депутат считает убедить всех в том, что закон о капитальном ремонте создан в интересах населения. Вы включите мозги-то свои. Вы включите свои мозги. Вы что делаете? Вы призываете народ к разрушению, понимаете? Вы в пропасть зовете страну. В пропасть. А так Анатолий Матюшенко встретил мою коллегу Василису Лукашевич, которая приехала отдать собранные ТВК подписи красноярцев с просьбой пересмотреть закон. Всего мы собрали 1600 подписей, но звонков, скажу вам, было еще больше. И люди звонят до сих пор. Красноярцы не согласны с тарифом, с тем, что деньги, которые они платят за электроэнергию, почему-то перечисляют на счет регионального оператора капитального ремонта. И люди не верят, что их дом через 30 лет отремонтируют, а деньги не исчезнут, как накопительная часть пенсии. Но депутат твердит, закон хороший, просто вы ничего не знаете. Да потому что людям никто не хочет объяснять. Не надо мне это показывать. Почему? Потому что людям надо объяснять. Объяснять. Кстати, мы заметили, что Анатолий Иванович повторяется. Например, вот его комментарий, который он давал в 2003 году во время реформы ЖКХ, когда власти призывали всю сферу передать в частные руки для большей эффективности. Нам надо быстро пойти в народ. Вот примеры негатива, которые показывают сегодня СМИ, они как раз говорят о том, что люди, к сожалению, не имеют информации. Прошло уже 13 лет, а понятней система ЖКХ так и не стала. Может быть, не умеют объяснять или законы не те принимают. Но как бы то ни было, закон един для всех. Так говорит Анатолий Матюшенко. Мы с вами живем в обществе, в котором законы должны быть обязательные для всех. Вот бабушка, когда она приватизировала квартиру, конечно, она гражданский кодекс не читала. К сожалению. Кстати, там написано по приватизации, что перед приватизацией должен был проведен капремонт. Как с этим быть? В законе это прописано. Ну, вы откройте глаза и посмотрите, в каком состоянии наше государство. Кстати, Анатолий Матюшенко всегда четко следует своей логике. Закон один, значит, платят все. Если не можешь платить, ну, это ваши проблемы, решайте. А варианты народные избранники помогут придумать. Например, в том же 2002 году он в качестве заместителя губернатора края предлагал людям, которые не могут платить за квартиру, просто поменять ее на меньшую. Любой пенсионер или любой житель на территории имеет право обратиться в свою администрацию, написать заявление с просьбой предоставления ему иной квартиры, соответствующей социальным нормам. И с этого момента, с момента регистрации, он будет платить за эту большую квартиру только как за квартиру в пределах социальных норм. В общем-то, убеждать людей Матюшенко всегда умел. И неважно в чем. Например, сегодня он говорит, что деньги на капремонт нужно платить всем собственникам. Федерация не в состоянии дальше тянуть эту ношу. Ну, неужели вам непонятно? В стране экономический кризис. И что нам ждать, когда у нас в Федерации появятся деньги, и мы там сможем взять и отдать. За это время дома будут рушиться, рушиться и рушиться. Наши дома уже разрушены в большей степени. Они продолжают разрушаться. Скоро мы можем получить катастрофу Армении, но без землетрясения. То есть дома просто начнут валиться. Вот так одни слова. Но разница между ними 11 лет. И проблема всегда одна – денег нет. Правда, в 2006 году, когда Матюшенко ушел в коммунальный бизнес, решение он нашел. И говорил о нем в программе «После новостей». 60% жилого фонда у нас нуждается в неотложном капитальном ремонте. Вдумайтесь, 60%. Если все эти дома поставить сегодня на капитальный ремонт, это надо 120 миллиардов рублей. Мы знаем, что бюджет края – порядка 100 миллиардов рублей. А тут только на один Красноярск – 120. Понятно, таких денег сегодня ни красноярцы из своего кармана не вытащат, ни бюджет края. Надо решить тему капитального ремонта жилого фонда, в том числе за счет средств федерального бюджета. Полную версию интервью вы можете посмотреть на нашем сайте tvk6.ru. А я напомню, что уже в эту пятницу, в конце рабочей недели, мы ждем ответ на запрос от Анатолия Матюшенко и от профильного комитета, который он возглавляет. А уже сегодня, в 20.45, в прямом эфире, мы принимали звонки от телезрителей, которые продолжают активно обсуждать систему оплаты за капитальный ремонт. И вот фрагмент эфира сегодняшнего. Меня затронуло, во-первых, оскорбление господина Матюшенко. Фраза «Вы включайте свои мозги» – это оскорбление всему населению города Красноярска. Мозги у Матюшенко работают хорошо, и у Цирюльникова хорошо работали. Уже не первый раз они нам предлагают капитальный ремонт и собирают с нас и на текущий, и на капитальный. А вы знаете, как тяжело добиться текущего ремонта, уже не говоря о капитальном? Это целая проблема. Я занималась этим вопросом много-много лет, и поэтому я знаю эту проблему. Мне хотелось бы спросить у господина Матюшенко, а где наши деньги, собранные в 2003, 2004, 2005, 2006 году? Где эти деньги? Вы знаете, там уже ни на один капитальный ремонт, например, нашего дома хватит. Вот пускай они дадут отчет, отчитаются полностью, куда делись наши деньги. А я отмечу, весь январь в 20.45 мы предлагаем нашим телезрителям обсуждать самые важные проблемы в прямом эфире. Для этого нужно позвонить нам на номер 265-45-00 или отправить смс-сообщение на номер 90-20 в то время, когда идет вечерний эфир новостей ТВК в 20.00. Завтра в 20.45 мы продолжим обсуждать главную тему завтрашнего дня. А смс-сообщение я принимаю и сегодня, номер 90-20. Самые интересные ваши смс-сообщения зачитаем в прямом эфире. Мы же пока выпуск продолжаем, и к другим темам. Красноярцы стали спокойнее встречать Новый год. Такие итоги затяжных праздничных выходных подвели сегодня краевые полицейские. По их данным, по сравнению с прошлым годом, в нашем городе сократилось количество происшествий. Кроме того, уменьшилось число тяжких преступлений и выросла раскрываемость. Всего же за первые дни января в полицию поступило более 19 тысяч заявлений о преступлениях. Возбуждено 684 уголовных дела. И это при том, что за порядком в выходные дни следили 3,5 тысячи сотрудников. Большая часть из них продолжает работать и сейчас на елках, центральных площадях и других местах массового скопления людей. Раскрыты все убийства, разбойные нападения осталось только одно неочевидное. И из 55 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью также осталось только одно преступление нераскрыто. Водители, по вине которого погибли два человека, будут судить. Полицейские завершили расследование уголовного дела по аварии на 9 мая. Напомню, в августе «Красная Мазда» на скорости 150 км в час врезалась в грузовик. Двое пассажирок, находящихся в салоне иномарки, скончались. Как показала экспертиза, 26-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения и неоднократно привлекался за нарушение ПДД. На время следствия обвиняемый находился под стражей. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Между тем, следствие по еще одной громкой аварии, которая произошла тоже в августе, тоже с двумя погибшими, во-первых, до сих пор не завершено, а во-вторых, водителя, который ранее также неоднократно привлекался к ответственности, под стражу никто не взял. Он находится под подпиской о невыезде и продолжает заниматься своими делами. Речь о деле Дмитрия Когана, которого обвиняют в гибели двух женщин на перекрестке улиц Ленина и Горького. Сговорились, чтобы специально завысить цену? Федеральная антимонопольная служба заподозрила две красноярские компании в нарушении законодательства. Речь идет о соглашении на право реконструкции Краевого онкологического центра. Фигурантами дела выступают участники торгов. Московская компания «Медкон» и известная красноярская строительная фирма. По версии антимонопольщиков, бизнесмены заранее сговорились о цене. Впоследствии подрядчиком стала компания «Медкон». С ними и подписали контракт на сумму более 6 миллиардов рублей. Расследование дела сейчас продолжается. Причем проводят ее федеральные структуры МВД России и ФАС. В рамках поручения, которое дал первый заместитель председателя правительства России Игоря Шувалова. Наши источники отмечают, что в проверке задействованы только столичные сотрудники для объективности оценки. Автобус не средство передвижения, а роскошь. Перевозчики хотят увеличить стоимость проездного билета. Тротуар, напоминающий бокслейную трассу и ледяная горка вместо проезжей части. Когда жителей Николаевки вызволят из ледяного городка. Вы смотрите «Ночные новости ТВК». Сейчас перейдем к вашим смс-сообщениям. Напомню, сегодня обсуждаем тему капитального ремонта. 30 декабря в законодательное собрание краев профильный комитет мы передали запрос на имя Анатолия Матюшенко, чтобы пересмотреть эту систему. И вот некоторые смс-сообщения. Опять решают проблемы за счет населения. Так нагло собирают с нас деньги. Самое богатое население в мире – это, видимо, жители Красноярска. Хоть бы еще тариф был маленький. А то 428 рублей каждый месяц отдать дяде в карман. Действительно, не во всех городах России такой достаточно высокий тариф – 6 рублей 30 копеек, я напомню. В некоторых городах он значительно ниже. И еще смс-сообщение. Через 30 лет дому, в котором я живу, будет 132 года. Срок эксплуатации – 125 лет. И какой капремонт? За что мне платить? За разбор здания? Продолжите присылать ваше смс-сообщение. Номер прежний – 90-20. Мы же пока перейдем к другим темам. 25 рублей за проезд в автобусе. Красноярские бизнесмены предоставили документы на повышение стоимости проездного билета. Эту информацию новостям ТВК сегодня подтвердил один из крупных перевозчиков. При этом бизнесмены подчеркивают, что о точных сроках и конкретных суммах пока говорить рано. Но есть предварительная цена в 25 рублей за билет, которую могут одобрить или не одобрить. Сейчас перевозчики планируют советоваться с городским департаментом транспорта и краевым министерством. Однако бизнесмены утверждают, что уже в этом месяце терпят убытки из-за возросшей стоимости запчастей и расходных материалов для автобусов. Корзина сцепления, которая раньше стоила 9 тысяч рублей, то есть 19 декабря мы уже покупали ее по 19-100. То есть, соответственно, это вопрос к запчастям. То есть, как поднялись запчасти. По некоторым пунктам они поднялись два раза, по некоторым по два с половиной. Мы закладываем вот эти цены, у нас получается бардак, а не тариф. Соответственно, мы не понимаем, мы к этому относимся серьезно и не хотели бы не задирать цены. То есть, мы надеемся, что все-таки наши поставщики, они как-то приведут в соответствии цены. Может быть, маразм, который был перед Новым годом, он как-то маленько упорядочится. Отменить финансовые гарантии для туристов. С таким предложением Ассоциация туроператоров России обратилась в Госдуму. Уточню. Фингарантия – это сумма, на которую застрахован туроператор. Чем выше такая гарантия, тем выше сумма страхового возмещения для туристов. Соответственно, и более высокие взносы нужно платить бизнесу. Эксперты говорят, у крупных туроператоров эта сумма может исчисляться в миллионах. На такие большие траты в сложившейся экономической ситуации многие бизнесмены идти не готовы. Однако красноярские туроператоры уверены, что подобную инициативу, скорее всего, не примут. Почему не примут такую инициативу? Просто потому, что финансовое обеспечение этот институт не так давно, в принципе, работает. И по большому счету, за исключением последних каких-то моментов, он себя частично оправдывает, как одна из гарантий. Весь день решали проблему, чтобы ничего не решить. В Николаевке коммунальщики сегодня искали порыв, который улицу вторую огородную превратил в первую ледяную. Напомню, там из-за незначительной течи выросли двухметровые скалы изо льда, куда не может ступить нога человека. Хотя представители администрации считают, что людей там и так нет. Как службы справляются с городскими проблемами, накопившимися за каникулы, знает Юлия Мавшевич. Если воду сразу не убрать, то через час Сергей просто не выйдет на улицу. Ворота вмерзнут. Так жители домов по улице Вторая Огородная живут с декабря. Маленький ручеек затопил проезжую часть и подтапливает жилые дома. Пешеходная тропинка похожа на санную трассу. Он вообще не едет. Уперся и все. Я буксовал, буксовал. Там не могу к себе домой заехать. Потому что просто лед. Это никто, говорю, ничего не делает, никто не подсыпает. За теплые каникулы горка не оттаяла. Зато сегодня оттаяли все службы и приехали в ледяной городок в Николаевке. Сюда мы еще вернемся позже. Последствия Нового года сегодня устраняли по всему городу. Станислав и Жанна за несколько часов собрали 20 мешков мусора в сквере микрорайона Ботанический. Среди прочей мишуры красноярцы под бой курантов, кажется, выкидывали все. Кресла, коврики, бокалы. Если бы выбивали, так вот фейерверки ставили, так это ничего страшного. Так из дома несут. Это в основном домашний мусор. На взлетке каникулы закончились не так безобидно. Кто-то раскидал по двору шкуры убитых кроликов и перепугал местных жителей. Мешки с новогодними подарками не убрали в покровке. Рядом с районной елкой вырос мусорный городок. Праздники не убирали. До праздника убрали какие-то дни. Я уж не помню, конечно. А потом уж я думала, сегодня позвоню-ка, может быть, хоть к новому году, к старому уберут ли, что ли. Хоть и не везде, к полудню Красноярск вычистили. Дорожки привели в порядок. Кроме одной. Той, что в Николаевке покрыто льдом. Пойдемте сходим вниз. Юлия, там был уже три раза. Комментария давать не буду. У каждого своя работа, понимаете? Почему падают люди? Потому что образовался лед. Правильно? Теперь определим, почему лед образовался. Сегодня на этот вопрос ответ искали коммунальщики, чиновники из администрации Октябрьского района и строители. Воду на второй огородной отключили, но это все равно не помогло. Есть подозрение, что это грунтовая вода. Пока не бьем сваи, у нее есть свое русло. И оно идет. Только начинается сваи забиваться, вода сразу меняется в русло и выходит. Если воды завтра не будет, то послезавтра уже начнутся заниматься дорогой. Что будут делать? Поставят грейдер, посыпят дорогу, срежут лед. Будут долбить? Конечно, есть организация, которая обслуживает эту данную дорогу. Приезд из СТП дорога находится. Будут заниматься. Аккуратно. А вы говорите, люди тут не живут? А у вас уже квартира есть, мужчина? Вы уже квартиру получили? Нет. Как нет? Проблему не решали раньше, потому что заявка от людей поступила только вчера, говорит чиновник, когда ледяные горы выросли с человеческий рост, когда люди уже не могут ходить. А может, не устраняли потоп еще и потому, что по данным чиновника, людей здесь нет. Завтра анализ покажет, грунтовая это вода или водопроводная, и что делать дальше. Юлия Мавшевич, Николай Чистяков. Новости ТВК. И еще о коммунальных проблемах. Месяц без холодной воды. Жители дома по адресу Малиновского, 12, жалуются, что из кранов в их квартирах еще с декабря прошлого года перестала идти холодная вода. Затем водоснабжение восстановили, но струйка настолько тонкая, что невозможно даже умыться. Жители, говорят, не раз обращались в свою управляющую компанию «Красжилсервис», но там на их жалобы никак не реагируют. К слову сказать, в этом доме не только отсутствует холодная вода, но еще он в буквальном смысле расходится по швам. Из-за этого даже стекла в окнах приходится менять чуть ли не каждый месяц. Они трескаются. Однако, как уверяют жильцы, их дом не спешат признавать аварийным. Лишь весной будет собрана комиссия, на которой будет решаться, насколько опасно жить в этом здании. Теперь вот она в каком состоянии. Вот видите, вот так вот сейчас она будет набираться. Сегодня нас можно поздравить с днем рождения. 30 дней ровно нет холодной воды. Не обмыться, не помыться. Вот у меня раз, два, и там стоит три-четыре ведра. Я набираю, она остывает, здесь горячая. Вот так вот смешиваем или хожу в соседний дом, у меня там приятельница. Ношу белье туда стирать. Скорбят миллионы человек. В Париже прошел марш единства по погибшим в ходе терактов. Сэкономили на компенсации. За отсутствие мест в детских садах не все мамочки будут получать выплаты. В эфире ночные новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Компенсаций за отсутствие мест в детских садах больше не будет. Точнее, теперь их станут выплачивать только трем категориям граждан, а не всем родителям малышей, что стоят в очереди. Все дело в том, что с нового года в силу вступило новое постановление краевого правительства. Согласно ему, ежемесячную адресную выплату будут получать только одинокие матери, один из родителей многодетной семьи, либо один из родителей студенческой семьи. При этом среднедушевой доход этой семьи на одного человека не должен превышать прожиточный минимум. Такое решение краевые власти приняли в связи с тем, что остро стоит необходимость выполнять указы президента и за год избавиться от очереди в детские сады, говорят чиновники. Освобожденные деньги как раз пойдут на строительство новых детских садов. Добавлю, что размер выплаты составляет 4109 рублей, а те, кто оформил документы на выплаты до нового года, продолжат их получать. Вы знаете, что есть указ президента. В 2015 году должны быть ликвидированы очереди в детском саду, и основные средства бюджета, конечно, будут направлены на строительство детских садов. И к теме экономической. Стоимость барреля нефти Brent опустилась сегодня ниже 48 долларов за баррель. Напомню, психологической отметкой эксперты называли 60 условных единиц. К слову сказать, аналитики говорят, что такая цена нефти имеет краткосрочный характер, но в ближайшие три месяца цены на нефть останутся около уровня 40 долларов. Специалисты поясняют, в России такая ситуация провоцирует инфляцию. Если говорить о постах граждан, то на 2015 год можно говорить о том, что очень небольшими будут повышения окладных частей государственных служащиков. Вообще будет определенное урезание расходов у госкорпораций, у госкомпаний, точно так же у остальных компаний, которые связаны так или иначе с экспортом. Для тех, кто не связан с этой возрастом, мы можем увидеть дальнейший рост курсов доллара и евро, что, соответственно, приведет к повышенным уровням инфляции. А в интернете сегодня активно обсуждают марш единства, который прошел в Париже в поддержку погибших в теракте. Далее рубрика «Блокпост». Марш единства за свободу и мир против террора. Полтора миллиона человек вышли на митинг в Париже в память о жертвах январских терактов. Марш прошел в тишине без скандирования лозунгов и требований. Для участия в марше в столицу Франции прибыли руководители государств и правительств около 40 стран, в том числе Германии, Великобритании, Италии, Израиля, Бельгии, Испании и других ближневосточных и африканских государств. Также в митинге приняли участие руководство Евросоюза, Еврокомиссии и Европарламента. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров. Напомню, серия терактов началась во Франции утром в среду 7 января. Три вооруженных человека устроили стрельбу в редакции сатирического журнала. За три дня погибли 17 человек. В сети появились фотографии с изображением новой формы для сотрудников Почты России. Блогеры уже успели отметить ее схожесть с формой немецких военных времен Великой Отечественной войны. Пользователи интернета оставляли под фото комментарии и писали, что в таком виде каждому почтальону нужно выдавать еще и павчарки и губной гармошки. Блогеры уже активно начали шутить и над тем, как будут выглядеть рабочие планерки Почты России. Кот-мститель из России прославился в интернете. В сети появился ролик с домашним питомцем, который набрал уже несколько миллионов просмотров. На видео показано, как парень дразнит кота, но, по всей видимости, он даже не ожидал дальнейшей реакции Хвостатого. Кот набросился на руку своего хозяина, а затем загнал его на балкон. Сам же четырехлапый залез на подоконник и не давал открыть дверь. Питомец оказался настолько боевым, что нашел открытую форточку и вскочил туда, чтобы догнать своего обидчика. Дальнейшая судьба молодого человека осталась неизвестна. В конце выпуска зачитаю ваше смс-сообщение. Что значит капитальный ремонт, если сейчас собирают деньги на текущий ремонт? Немало, в среднем по тысяче с квартиры. Где четкая грань между текущим и капитальным ремонтом? Все как-то мутно. В Каннске проезд 16 рублей. Это, видимо, по поводу инициативы поднять проезд в красноярских автобусах до 25 рублей. Напомню, красноярские перевозчики уже вышли с такой инициативой. А насчет детских садов. Верните выплаты, как и было. Мы продолжаем принимать ваше смс-сообщение номер 90-20. Если у вас есть ваши новости, вы также можете их к нам присылать. А пока информация о погоде. Спонсор прогноза погоды в городах нашего края – салон «Каракулевые шубы». В новом торговом комплексе «Крастец». Не торопитесь с выбором. Найдите нас. И о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляет компания «Строительная керамика». Надежный поставщик лицевого кирпича и керамических блоков. В Красноярске днем минус 11, ночью минус 19. Небольшой снег, ветер южный 1,3 метра в секунду. Давление 748 миллиметров ртутного столба. Вы смотрели ночные новости ТВК. Спасибо, что эти полчаса вы провели вместе с нами. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин